Всем доброго времени суток, друзья! Интересная, любимая многими тема. Какую порчу вам делают? То есть действия врага в магическом смысле. Есть ли какая-то сейчас опасность, что действительно могут подклад сделать, или кратник поставить, или порчу на смерть сделать. То есть не важно, что, главное, что есть ли какие-то магические действия врага, недоброжелателя, а может быть вы вообще не знаете, есть у вас недоброжелатели или нет. Тогда просто для профилактики можете посмотреть, делает ли кто-то магические действия против вас. Пытается ли навести порчу любого типа, закрытие дорог, непроглядые гильеты, и все-все-все, что только может быть. Поэтому я объединяю именно так, что порчу в хорошем смысле. Ну да, конечно, мы сейчас все это посмотрим. Это к вопросу о том, я всегда показываю, почему колоду, потому что очень часто говорят о том, а, ну конечно, вот вытащили все хорошие карты, оставили только плохие в колоде, и вот будете нас сейчас пугать. Я никогда не пугаю. Если хорошая диагностика, то и прекрасно. Я только за человека радуюсь, потому что я всегда повторяла и повторяю на канале, что ни в коем случае просто так нельзя бегать и чиститься профилактически. Вот ко всем этим горе-колдунякам, которые зарабатывают на вас деньги и говорят о том, что давайте, девочки, пять местечек всего на субботочку осталось у меня, давайте срочно записывайтесь, мне там скидывайте какие-то деньги и прочее. Вы должны понимать, что нормальный, адекватный практик никогда без предварительной диагностики не будет вас просто превентивно чистить. Может быть, вас не чистить надо, может, вам просто защиту нужно поставить, а может быть, ритуал на открытие дорог сделать, а может быть, что-то другое. То есть, прежде чем бежать необдуманно куда-то чиститься, я всегда говорю о том, что нужно выяснить, что с вами такое. То есть, нельзя делать операцию до того, как вы сдали анализы и вообще сделали УЗИ. Так, на первую позицию клубничка, вторая позиция перчик у нас великолепный, сеньор помидор на третью и на четвертую позицию ягодка малинка. У нас, надеюсь, что позиция будет сладкая. А там, кто его знает, может, там дьявол лежит под этой малинкой. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, если вы диагностику индивидуально хотите, то в прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику, ссылка на видео, где подробно, с уважением к вам, я рассказываю, как вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. Ну, смотрите, здесь чистенько. Даже может быть такая история, что кто-то недавно поставил защиту, либо почистился, и сейчас как раз-таки энергетика после чистки восстановилась и набирает силу. Если вообще не ваш случай, если у вас там у пандок сил полный, и вы лежите буквально как панда носом вниз, с темными кругами под глазами, то это либо физические проблемы, либо тогда нужно в индивидуальном порядке смотреться, потому что я уже рассказывала о том, что бывает такое, что порча закрывает возможность найти даже практика. Смотрите, здесь есть история, когда человек, который, может быть, был в чем-то против вас, знака земли или огненного знака, женщина такая, вы знаете, но больше огня в ней все-таки, похоже на огненную. У кого-то это матери, бабушки, начальницы, учителя, наставники. Вот они могли и суетиться как-то, но сейчас немножко успокоились. И здесь вопрос такой, когда человек говорит о том, что ну ладно, делай так, как ты хочешь. Данная позиция хорошая, спокойная. Она вам как раз-таки сообщает о том, что время отдохнуть, по крайней мере, на ближайший месяц, скорее всего, у вас будет затишье, и все пакостники, которые хотели вас спалить заживо, они потихонечку ускакали по своим делам. И хорошо, пусть занимаются своими делами, а не вашей жизнью. Давайте посмотрим дальше. Ну смотрите, у вас пока что действительно тишина, но вот то, что здесь нет именно магического воздействия, не отрицает того, что могут быть некрасивые поступки со стороны окружающих вас людей. Возможно, даже кому-то спустя где-то месяц, до трех-четырех месяцев, может быть, знаете, вы узнаете либо о словах человека, который несправедливо за вашей спиной говорил пакости про вас, и причем это может быть реально друг, вроде бы человек, с которым вы неплохо общались до этого момента, да, так и хочется, как в том меме, сказать, ну что, нормально же сидели, что вообще случилось, да. Ну вот здесь как раз-таки там история, когда про вас действительно могут сказать пакости, могут начать поливать грязью, все это за спиной, причем с дружественно настроенными к вам людьми, да, вот как будто бы попытка рассорить. Здесь карать этого человека не надо, но профилактически нужно закрыть ему или ей доступ к телу, скажем так. Я думаю, что вы поймете, когда начнет ситуация прорисовываться, о чем здесь говорили. Постарайтесь в официальном порядке с этим товарищем тоже не решать какие-то вопросы, не жаловаться, не пытаться оштрафовать, не писать на него какие-то там, допустим, да, доносы и прочее. Смысла в этом никакого нет. Скорее всего, вы просто потратите свое время. Но дистанцироваться на какое-то время, если человек все-таки поймет, да, что он поступил нехорошо, и извиниться, то это на время может быть дистанцирование. Здесь вы должны понимать, что вы, если будете именно сопротивляться и как-то будете играть, включаться в эту игру, доказывать, что да нет, я не такой, в попе я не лазю рукой, вообще сказали про меня неправду, вы просто потратите реально зря время. Потому что те, кто вас знают, они скажут, да нет, Маша такого сделать не могла, вы что? А те, кто вас не знают, ну не все равно ли вам, что о вас будут думать. Поэтому здесь, видите, интересно, очень карты выложились, и действительно неприятно, то, что бывает, случается так, когда есть общение между людьми, с которыми были хорошие, вроде бы, отношения, и вдруг они такое выкидывают, что мало не покажется, и мама не горит. То есть вот у вас может быть как раз-таки такая ситуация. Можете достаточно тяжело переживать, но при всем при этом, если вы дистанцируетесь, возможно, что человек даже поймет и признает свою ошибку. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, давайте перченую нашу позицию посмотрим, что перец грядущий нам готовит. Ну и здесь тоже хорошая позиция, все чистенько у вас. На ближайшие две недели, скорее всего, все будет чисто. А вот через пару недель, особенно молодой человек, есть интересный прическа, немножечко волосы, как бы, зачесаны немножко наверх, им вправо или влево. У кого-то это все-таки вправо. Вот здесь для него будет актуально то, что он может захотеть сделать какую-то магию сам для себя. И вот сам себе человек может навредить. То есть какой-то неправильный, непроработанный ритуал, неправильное решение, инструмент, материал. То есть здесь может допустить из-за ослабления энергетики установку кратника на себя же, собственно, человек. Поэтому, ну, желательно хотя бы месяц. Вообще я говорю о том, что ритуалы из интернета лучше не делать. То есть только у проверенного практика, который в адеквате, который нормальный, который объясняет почему, который ясно доносит информацию, все подробности поясняет, хорошо владеет тем языком, на котором он дает ритуал. Только тогда можно как-то еще рисковать, да. Но если просто читать и делать все, что попало из интернета, как минимум ночной сон себе нарушите. Как максимум можете нажить очень большую проблему. Поэтому будьте очень осторожны, аккуратны с этими историями. И лучше, конечно, если нужен ритуал, обратиться к практику и сделать его с практикой. Здесь человек может навредить себе сам по этой позиции, иногда одухотворяясь, окрыляясь как-то так. То есть человек может сам себе перекрыть дорогу. Неприятности могут быть бытового характера, а не магического. Причем из-за того может произойти, что вы просрочили какой-то платеж, не погасили именно какой-то взнос, не заплатили какой-то штраф, забыли о нем. То есть вот из той области, когда вы сами пропустили какой-то достаточно значимый, важный период времени. Поэтому здесь проследите. Может быть поставьте напоминалки, допустим, о том, что нужно где-то рассчитаться или выставить наоборот платежку. Может быть вы кому-то счет должны были выставить. Вот об этом тоже хорошенько подумайте. Ну в целом у вас нормальная перспектива, если особенно вы наладите сумму. Но я вам скажу так, что очаровываясь некой ей дамой, которая, кстати, может очень злобно и резко периодически высказываться, еще один момент такой, может прям вот если в WhatsApp, вы там пишите блокировать оптом буквально. Вот так, а знаки зодиака какие? Ну здесь больше воздух или вода проходит. Воздух больше даже. Здесь смотрите, какая история. Старайтесь не попадаться вообще к ней на крючок и не очаровываться. Интересное такое. Может быть вы знаете, может быть у вас какой-то практик реально есть такого типа. Не суди, да не судим будешь, но с другой стороны бойтесь. Не то чтобы бойтесь, а вас должны волновать признаки, когда люди, которые, казалось бы, с вами уже давно вдруг перестают активно общаться, с вами начинают отстраняться, выставляют какие-то препоны между вами. Это как сигнал того, что происходит что-то не совсем хорошее. А что именно? Ну вы на моем канале на любую тему можете найти видео. Просто заходите в плейлист, где название такое, гадание на Таро. И просто общие расклады смотрите. Для тех, кто выбрал позицию номер 4. Здесь у нас две карты затаилось. Давайте посмотрим. Ну здесь смотрите, здесь такая история, что кто-то ведет сейчас установку программы какой-то. но это скорее всего либо вы сами, либо с вашего разрешения и по вашей просьбе. Может немножко затянуться дольше, чем планировалось все это. Но здесь смотрите, главное, чтобы сами себе не натворили. Кто-то может себе поставить косячную защиту. Пока что на ближайшие 3-2-3 недели где-то здесь может быть тишина. Ресурс энергетический неплохой. Плюс ко всему вас могут ждать большие деньги. Но проблема в том, что как они придут, большие деньги, большой суммой, так может быть вы их быстро и потратите. Но как я всегда говорю, что хорошая позиция это короткая позиция. Именно в диагностике магического негатива. Посмотрели? Нет негатива, но и вперед. И кто же у нас смотрит с королем жезлов в обнимку. Смотрите. Не думайте на мужчину старше 39-40, который на расстоянии сейчас находится от вас, куда-то уехал или вы сейчас уехали и от вас этот человек на расстоянии. Может быть это вахтовая работа какая-то и так далее у человека. Не думайте про него гадости. Скорее всего он как раз таки не способен на то, по крайней мере в ближайший месяц-полтора, чтобы вам нанести какой-то значимый ущерб. Вам сейчас необходимо распорядиться хорошей большой суммой финансов. Может быть получить какой-то финансовый документ или сертификат какой-то, который тоже будет задействовать ваши энергии в финансовой сфере. Но это в благоприятном аспекте. Так, что здесь у нас? Клубничка. Не атомная, но все же. Ну скажите, какой сегодня добрый расклад. Аж противно, да? Здесь тоже все. Давайте так вот уж ехидно положим хотя бы один аркан на уточнение. И все равно все хорошо. Вот даже гадости и не скажешь никакой. Здесь тоже хороший расклад. Что-то всех только поздравить остается. Но смотрите, при таких даже подчеркнутых хороших раскладах, если вы чувствуете, что что-то не то, может не быть просто вашей позиции в этом раскладе. Если что-то беспокоит, тогда диагностику нужно делать, посмотреть кратенько. Если реально есть там тревожные сны. Кстати, какие признаки порчи, у меня тоже видео в плейлист говорилки. Заходите, и там плейлист, в котором просто про порчи, чистки, про то, кого наказывают за порчу и так далее. Здесь, знаете, у человека могут быть душевные переживания из-за ухода достаточно близкого человека или изменения ситуации резкого. Причем уход в прямом и переносном смысле может быть здесь. Состояние погружения в депрессию от бессилия какого-то, когда человек говорит, блин, ну ты меня не понимаешь, ну я же тебе объясняю. То есть ему хочется плакать прямо и комок в горле и хочется говорить о том, что ну я же объясняю, ну как ты не понимаешь, ну все же должно быть видно. Вот здесь такие могут быть нюансы, но это бытовой аспект, это не магический аспект нападения. Здесь, знаете, история какая, может кто-то наоборот сорока уст вам заказать, скорее всего вот сорока уст будут заказывать, потому что длительные молитвы. От этого вы можете как-то, знаете, не сделать то, что планировали, как будто бы вас от чего-то отведет эта ситуация, от чего-то плохого. пройдет мимо какое-то заболевание, которое могло бы вас посетить или обострение и вы очень слабо будете реагировать на то, что кто-то может сказать гадости про вас. Потому что здесь, вот знаете, как ложится, называется, говорят, ну и пусть говорят. Когда меня нет, они даже меня могут побить. Вот здесь именно та ситуация, когда вам и советуют не обращать внимания как раз-таки на гадкие какие-то слова, на какие-то шуточки ниже пояса, на какие-то кулкости, которые могут в ваш адрес сейчас исходить от окружающих людей. Потому что у вас достаточно благоприятная энергетическая позиция сейчас, которую не надо портить. А те, кто так делают, те, кто говорят гадости какие-то вам, скорее всего от того, что, во-первых, они сами обездолены в чем-то. У них нет того опыта, который есть у вас, может быть, какого-то имущества, которое есть у вас, например. Поэтому могут говорить гадости. То есть, например, ой, да что ты там, кто ты там такой или кто ты такая на квартире живешь. А сам, допустим, 48 годиков живет с мамушкой, которая уже под 80 в квартире и не женат, и не был, или даже если был, то дети его знать не знают и не хотят знать. То есть, здесь надо понимать, что, скорее всего, если даже гадости какие-то будут вам говорить, это будет тот человек, который обездолен по сравнению с вами. И он это может делать от своего отчаяния. Вот знаете, когда действительно он просто не может ничем больше успокоиться, кроме как взять и сказать какую-то гадость в адрес людей, которые, кстати, совсем этого могут и не заслуживать. Так это может произойти в вашем случае. Вот такая история, друзья. Всем удачи, благополучия. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok